МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как волонтеры Норникеля и Кольской ГМК собираются провести лето, стартовал очередной сезон большого экологического марафона. Каждый сотрудник со стажем год на 1 января 2023 года становится настоящим бенефицаром бизнеса, получая вдарение от компании цифровые финансовые активы. Возможности инвестиционного инструмента, гибридные права и законодательства, регулирующие взаимоотношения, обсудили эксперты цифровой сферы. Мне очень повезло, что я попал на эти раскопки. Такое удается далеко не каждому человеку. И я рад, что я смог сюда вот так вот попасть. В Печенге завершила работу Лапланская археологическая экспедиция, что искали ученые на месте древнего монастыря. Ну и вот теперь все подробности. В Мурманской области побывал Алексей Ягудин, знаменитого российского фигуриста в Кольской Заполярье, привели неспортивные дела. Он стал амбассадором экологического марафона «Понеслось», старт которому дали в минувшее воскресенье в Никеле. Норильск, Красноярск, Чита, Саратов, Москва, Манчегорск, Печенский округ. Экомарафон одновременно начался во всех городах, где работают предприятия Норникеля. Центральной площадкой в этом году стал поселок в российско-норвежском приграничье. Мурманская область – самый большой регион по количеству команд. В этом году 103, по-моему, в Мурманской области. Манчегорск – вообще столица корпоративного волонтерства, поэтому там всегда намного больше команд, чем в других регионах. Следующий – Норильск, потом уже… 1718 волонтеров, 206 команд. У каждой на этот сезон запланирован свой проект, свое доброе дело. Это и помощь заповедникам и национальным паркам, это благоустройство экотропт, это различные волонтерские экоакции, это арктические уроки в школах. И совершенно не случайно мы сегодня ключевой площадкой встречаемся в этом замечательном визит-центре «Пасвик», который компания поддерживает много лет. Лицо нового сезона – Алексей Ягудин. В общении с волонтерами знаменитый фигурист раскрылся с неожиданной стороны. Рассказал, что вносит свой посильный вклад в то, чтобы мир стал лучше. Сортирует мусор, помогает бездомным животным. Спасибо большое, что вы в реальности, не на словах, и хотя бы по крупинкам, по маленьким вот этим пазликам, но все-таки пытаемся в этом вечном процессе собрать эту картину. Старт марафона – не только праздник. За круглым столом «Моя среда обитания» эксперты делились опытом работы. В Манчегорске, к примеру, волонтеры обустраивают общественное пространство для творчества инвалидов. А в Мурманске создали добрую мастерскую. Благодаря гранту, этому статистической площадке граней, образуются три кружка – это по пению, по танцам и синическому искусству. У нас как раз ребята сейчас с КВНом начали заниматься. Я думаю, что им эта сцена очень понадобится. Я принесла образец – это мы стали собирать стальные джинсы и делать вот такие шоперы. Что в нем действительно хорошо – это то, что мы прививаем идею экологичности осознанного потребления, переработки. То есть мы собираем небольшой объем, но то, что мы можем переработать здесь и сейчас. Нынешний сезон эко-марафона понеслось уже восьмой. И у многих команд сформировались свои направления работы. В Заполярном, к примеру, стараются убедить земляков, что собаки – тоже горожане. Если человек будет вести себя правильно, понимать, как вести себя с животными, чужими даже, то есть на одной территории вместе могут все замечательно существовать. А в Никеле волонтеры помогают обустраивать туристический маршрут. За работу они взялись сразу после торжественного открытия сезона. Задача – создать арт-объект из того, что буквально лежит под ногами. Добывалась руда и остались навалы горных пород. Наша задача была использовать их. И самое лучшее, что сейчас придумали – это создать некую фигуру. Волонтеры уже вовсю трудятся, хочется к ним присоединиться. За несколько часов общими усилиями на площадке для отдыха у озера Каула появился конус из камней с названием маршрута. Илья Комлев, Руслан Мавлютов, Павел Удалов, ТВ21+. Одну из сессий Петербургского международного экономического форума посвятили перспективам развития рынка цифровых финансовых активов в России. Эксперты обсуждали возможность инвестиционного инструмента, гибридные права и законодательства, регулирующие взаимоотношения в этой сфере. Диалоговая площадка была организована при поддержке Норникеля. Компания – один из лидеров в использовании цифровых финансовых активов. Им в том числе находят неожиданное применение. В компании стартовала мотивационная программа для сотрудников «Цифровой инвестор». Каждый сотрудник со стажем год на 1 января 2023 года становится настоящим бенефицаром бизнеса, получая в дарение от компании цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости акций, имея право сразу на получение и дивидендных выблат, если они будут, но и стоимости акций при погашении через 5 лет. По сути, компания делает целую инфраструктуру того, чтобы человек почувствовал себя ответственным за свой доход, рассказывая о том, как повысить свою финансовую грамотность и не просто этот доход получить, но еще его и приумножить и сохранить. Норникель выпустил собственные цифровые финансовые активы – майн-токены. Первыми их получили работники заполярного филиала. Следующие в очереди – Москва, Саратов, Сочи, Санкт-Петербург и Архангельск. Вторая волна токенизации охватит сотрудников компаний в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях. Мы надеемся, что программа «Цифровой инвестор» будет инструментом повышения мотивации сотрудников оставаться в компании, работать более эффективно, потому что майн-токен, привязанный к акциям, к стоимости акций компании и к доходам на эту акцию, конечно же, дает сотруднику ощущение причастности к успеху Норникеля, к росту прибыльности, к повышению эффективности компании. Крайне ответственная и такая, знаете, очень ритмичная сейчас у нас налаживается работа, в которой, понятное дело, мы идем, спотыкаясь, не отрицая этот факт, но отлаживаем процесс, чтобы все остальные коллеги, которых эта программа будет достигать в предстоящие месяцы, могли проходить ее по щелчку пальца. Для Норникеля программа «Цифровой инвестор» — это, с одной стороны, возможность поблагодарить и заинтересовать сотрудников, а с другой — без рисков познакомить их с новыми финансовыми инструментами. В Мурманской области планируют создать центр восстановления жемчужницы. Моллюск занесен в Красную книгу. Его популяция на Кольском полуострове оказалась на грани исчезновения. Что предстоит сделать для восстановления популяции, обсуждали сотрудники заповедника Пасвик, регионального министерства природных ресурсов и Кольской ГМК на острове Варлама. Река Пасвик — здесь именно некоторые участки, то есть это пороги, для нее очень важно, чтобы было такое мелководие. Создание центра восстановления жемчужницы в Пасвике — значимый экологический проект. Подобного на Кольском полуострове еще не делал никто. Именно на севере лучшие условия для размножения редкого моллюска. Сотрудники заповедника Пасвик представили программу реинтродукции вида. Представители регионального министерства природных ресурсов и Кольской ГМК идею поддержали. Обсудить совместную работу решили на острове Варлама, в одном из самых красивых мест заповедника. Этот проект уникальный. Естественно, он довольно сложный. В нем будут работать несколько научных сотрудников. Также задействованы и лаборатории, и Кольский научный центр, и другие научные центры. Мы увидим большие перспективы и для распространения в последующем данной практике, и не только в данном месте, но и по всей Мурманской области. Европейская пресноводная жемчужница исчезает во всем мире. В некоторых странах ее популяции утрачены. На Кольском полуострове этот вид частично сохранился. Жемчужница живет в тесном симбиозе с лососевыми. Ее личинки использует жабры рыб как укрытие в период роста. Такое соседство не вредит лососю. В то же время моллюст фильтрует воду, обеспечивая лучшие условия для жизни и размножения рыбы. Кроме того, жемчужница естественным образом нейтрализует тяжелые металлы. Причиной гибели большинства колоний на Кольском полуострове ученые считают беспощадный вылов на рубеже 19-20 веков из-за грязнения водоемов. Проект этот многолетний. Он не может даже вложиться в три года. Поэтому здесь много нужно средств и на научные исследования, и на различные лабораторные анализы, и на администрирование, на логистику, на переезды. Потому что охватываем большой участок. Пока это у нас водосборный бассейн реки Пас, прилегающие участки. Работа предстоит сложная. Концепцию проекта Центра восстановления жемчужницы разработали при участии экологов Кольской горно-металлургической компании. После закрытия устаревшего производства на соседствующей заповедником территории в поселке Никель компания вкладывает много сил в восстановление природных комплексов Печенского округа. Нам, как экологам компании, очень важна эта тема, она близка. И мы всячески поддерживаем это начинание. Соответственно, любое начинание требует финансовой поддержки. Компания активно включается в этот вопрос. Мы в прошлом году профинансировали данную работу. Соответственно, поняли, что надо продолжать и в этом году. Сейчас Центр восстановления европейской жемчужницы в самом начале пути. Но уже будущим летом первые колонии моллюска планируют заселить на порожистые участки реки Пас. Инина Морозова и Павел Третьяков, ТВ21+. С уличной культурой познакомились жители Мончегорска. В городе прошел фестиваль «Про-арт». Одна из первых площадок фестиваля – сбор пластика на переработку. Волонтеры комбината «Добра» устроили конкурс. Кто принесет больше, получит приз. Надежда Александрова сдала целый пакет. Не меньше тысячи крышек. Собирали на дачу. Хотели картинки выложить, дорожки. Но передумали. Проще выбросить, а так в дело пойдут. Пользу принесут. Рекорд фестиваля – пять тысяч крышек. Из переработанного материала волонтеры собираются сделать скамейки и стулья для городского парка. Однако для этого подходит не весь пластик. Вот на крышечках специальный значочек есть. Вот, видите, да? Обычная экология. Треугольничек. И в нем циферка написана. Если двойка есть, мы принимаем. Если нет, то, к сожалению, они пойдут в уже утиль, потому что у нас, к сожалению, в России не перерабатывается с другими цифрами. А на этой площадке можно поспорить, что звучит лучше – винил или цифра. Я лично не такой эстет и обычно слушаю музыку на телефоне. Но сейчас попробую поставить пластинку. Андрей, я хочу поставить такую пластинку. Подскажите. Отличный выбор. Доставай. Отлично ставь. Доставай вот эту штучку. На вторую. Да, на вторую. И нажимай на play. У тебя получилось? А как звук сделать погромче? Андрей Павлов годами собирал свою коллекцию. Знакомые стали приносить ему все старые пластинки. Выкидывать, конечно, было жалко. Так и родилась идея виниловой барахолки. Держать музыку вот так вот на пластинках, рассматривать конверты, трогать физический носитель – это гораздо тактильнее и очень круто, то, что ты можешь физически поддержать музыку и еще за ней приходится ухаживать. Что сейчас как бы молодежи может непонятно. Зато точно понятно, что такое уличная культура – брейк-данс, стрит-арт, скейтбординг. На фестивале можно было попробовать себя во всех этих направлениях, а еще принять участие в квестах и конкурсах. Все понравилось. Погода хорошая, настроение хорошее, весело. Яркие краски, мастер-классы. Батут понравился очень сильно, получается, лабиринт. И сходили, посмотрели автозвук, потанцевали у сцены. Мы везде, чисто за детский отдых. Про-арт – часть большого фестиваля «Имандрофест», объединяющего любителей природы и активного отдыха. Следующее мероприятие в программе запланировано уже на эти выходные. В Манчегорске пройдут соревнования на байдарках и сабордах. Подробнее о том, как записаться, можно узнать на сайте visitimandra.ru. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. В Печенге завершила работу Лапланская археологическая экспедиция. Что искали ученые на месте древнего монастыря? Какие открытия они сделали в этом сезоне? И удалось ли им приблизиться к разгадке тайны 16 века? Найти могилу 116 печенских мучеников? Об этом в следующем сюжете. Самодельная тренога и металлическое сито на деревянной раме. Просев песка из роскопа – последний этап контроля. Археологи старались не пропустить ни один мелкий фрагмент древних артефактов. Некоторые археологи работают без селки, то есть грунт сразу в отвал. В данном случае Марк Михайлович, он более такой человек осторожный, основательный. В данном случае, естественно, мы просеиваем. И в основном я на селке. То есть задача как и физическая – принять ведро, помочь, высыпать и просеять. Ну и, собственно, и задача на наблюдательность, на какой-то профессиональный, ну не профессиональный, а на опыт. То есть что-то вот найти, не пропустить, там кусочек следа, может гвоздь – это быстро понять, что это не круглый гвоздь, а прямоугольный, соответственно, не прокатный поволок, а кованый. Инициатива раскопок принадлежит епархии. Чем мог, монастырь помогал экспедиции. А ее участники работали здесь как волонтеры. Мне очень повезло, что я попал на эти раскопки. Такое удается далеко не каждому человеку. И я рад, что я смог сюда вот так вот попасть. Место раскопа укрыто навесом. Исследовать его археологи начали в 2011 году. Здесь находился алтарь, построенный в начале 20 века церкви Рождества Христова. А под ним, по преданию, могила 116 печенских мучеников. Монахов и трудников, погибших при разорении монастыря в 1589 году. Мемориал на холме – всем известный символ печенки. Но холмом это место стало только во второй половине 20 века. А в 16-м здесь была большая гора, и называлась она Глядень. По преданию, с этой горы финский отряд, разоривший монастырь, наблюдал за тем, как горит обитель. Из пламени стали вылетать один за одним 116 белых, как снег птиц, ростом с чайку, только красивее и белее. Подниматься вверх и сливаться с золотым кругом, который разгорелся и расширялся так, что стало глазам больно. То, что в 80-е годы Глядень решено было срыть, сильно осложнило задачу археологов. Тогда нетронутым остался только небольшой участок, на котором стоял храм. Археологический слой, нетронутый, сохранился исключительно в рамках этого небольшого здания. Все по кругу уничтожено в процессе благоустройства территории, тракторная с пашкой. И мы пробивали, и засыпано песчаной гравиной смесью приблизительно на 80-90 сантиметров. То есть ничего не сохранилось в ближайших окрестностях. Первая находка, часть обгоревшего сруба конца 16 века, была сделана 12 лет назад. Теперь археологи закончили работу, открыв участок противоположной стены. Площадка под алтарем бывшей церкви изучена полностью. Увы, найти могилу 116 мучеников не удалось. Возможно, она находилась немножко в другом месте, и память о ней подзабылась. В период, когда монастырь был упразднен, когда он переехал, располагался несколько выше, то есть в период 18-19 веков. Собранный материал ученые проанализируют. Мелкие находки, монеты, пули передадут в историко-краевический музей Печенского округа. А главная загадка, где находится могила 116 мучеников без сопротивления принявших смерть, как завещал преподобный Трифон, пока останется тайной. Илья Комлев, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Ну и вот на этом очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова